Доброе утро, дорогие друзья. Недельная глава Титово. 17-е Иллу. Почему я подчеркиваю 17-е? Сегодня вечером наступает 18-е, день рождения Болшемтова. Совершенно мистический день. Мы в этот день всегда бываем с Божьей помощью в Меджибуши. Сегодня тоже выезжаем, делаем там хороший лыхаем. И там сбывается все, что люди в этот день хотят. Поехали по недельной главе. В нашей недельной главе записаны страшные вещи. 98 жесточайших проклятий. Наши мудрецы установили порядок чтения недельных глав таким образом, чтобы проклятия читались в конце года. И здесь, как бы говорится, намек, что закончился год вместе с проклятиями, начался год новый вместе с его благословениями. Но есть еще большее, чем просто пожелание окончания проклятий. Чтение того вещевания, это буквально подготовка к тем молитвам, которые вот-вот будут, кроша шана, которые будут. Мы с вами во время Роша Шана, во время Нового Года, будем просить что-то для себя на Новый Год. Мы будем просить здоровья, будем просить заработка, будем просить мало ли, каждый будет просить. Но, вот мы только что читали за разделы первых плодах, и там написано, что надо признавать совершенное для нас добро, и ради этого был сотворен мир. Это главное, что от нас требуется. Что еще человек может? Только поблагодарить, больше не в руках ничего. Тем более, когда мы приходим просить о Новом Счастливом Годе. Надо еще сказать спасибо за милосердие, которое уже было в этом году, а потом просить о Новом. Если ты живой, то ты должен благодарить за то, что ты еще жив. Если ты здоров, то что здоров, если у тебя есть что покушать, то что покушать. У других этого нет. Приходишь домой на столе готовый ужин. Чудо. Кто-то работал, там муж, жена, сделать вас счастливыми, доставить вам удовольствие. Слава Богу, вы разговариваете там с супругом, с супругой, что-то сделать он делает. Чудо, чудо. Вы нашли спутника жизни, чудесный, в миллиардах людей. Если человек благодарен за то, что у него есть уже, он вправе просить больше и больше. Если он не выражает благодарности, ну какой смысл? Бог дает ему больше поводов для выражения благодарности, говори благодарность. И дело совершенно не в том, что Бог ждет наших комплиментов. Гораздо более глубокое здесь. Когда человек благодарит за то, что он получил, это означает, что он ценит то, что было с неба. Он понимает, что Бог послал ему благо. И он должен поблагодарить его. Бог хочет дать еще больше, что мог продолжать использовать это. Но когда ты сосредоточился на слезах, жалобах, на упоминании того, что уже не получил, у Творца нет причин давать тебе ничего. Зачем тебе больше, если ты не благодарен тому, что у тебя есть? Я хочу процитировать. Любович Хирейбов всегда был очень толерантный. Он даже очень жестко ответил на письмо, когда он написал, что никогда не видел добра в своей жизни. И он ему пишет, что как ты такое пишешь? Ты, у которого есть жена, у которого есть дети, говорить, что ничего хорошего не было, крайняя степень неблагодарности. Крайняя. И может быть поэтому он написал ему, поэтому у вас нет здоровья, средств на существование и так далее, потому что вы не благодарите за предыдущее. Когда человек начал служить Богу, в радости написано, несомненно благословение Всевышнего к нему придет. Изобилие с небес зависит в первую очередь выражение благодарности. Поэтому, когда у вас есть работа, подумайте о том, у кого нет. Сейчас очень важные дни. Если вы счастливы в браке, подумайте о тех, кто находится в поиске своего брака. Если вы в состоянии купить себе там новое что-то на праздник, подумайте о тем, кому кто не может. Если у вас запланирована праздничная трапеза, там с семьей, с друзьями, не забудьте пригласить какого-то одинокого человека. И в заслугу этого Бог благословляет новым радостным годом, а не просто заслугу нитя какого-то. В нашей недельной главе есть важнейший урок. Мы можем наслаждаться теми выгодами, которые вызывают нарушение завета с Богом. То есть от греха мы можем получать удовольствие. Однако в конечном итоге цена, которую мы за это заплатим, будет многократно выше. Потому что нарушение закона, оно как огонь, поразит самого грешника. Поэтому вместо того, чтобы навлекать на себя проклятие, которое здесь записано, прозвучавшее на горе грязи, лучше привлечь благословение с горы Иваль. Знаете, надо тут понять, что происходит. Надо быть гибким и твердым одновременно. Вот в нашей жизни это целое искусство. Гибким, чтобы выносить трудности, столкновения, конфликты и ждать лучших дней, делая все, что в наших силах. А быть твердым, чтобы не поддаваться усталости, отчаянию, запугиванию со стороны внешнего мира. Лучше быть написано как тростник, чем как кедр. Это Талмуд написал. Крепко стоящий корнями в земле тростник гнется под ветрами, но никогда не ломается. Илул это месяц, когда подводятся наши деяния за прошлый год, итоги. И начинается подготовка к следующему году. И особенное значение имеют вот эти вот последние 12 дней. С 18-го Иллу, с завтрашнего дня, до 1-го числа. Это 12 дней, в которые каждый из них можно исправить все, что ты натворил в течение года. Каждый день. День за месяц. Поэтому, брахавы от слаха, всего самого лучшего. А если кто живет в Украине, ну, слушайте, не быть сегодня в Меджибуше вечером, это глупость. Это место, где рассыпаны бриллианты, если ты пропускаешь, это, ну, странно. В крайнем случае, ну, пишите, будем за вас молиться. Брахавы от слаха.